Несколько комментариев относительно самого видеообращения. Вы знаете, это такой у нас сейчас создает вечный двигатель. Сначала наизбирали непонятно кого в парламент, теперь их будут частично исключать из фракции. Их там 220 человек, если в месяц по три человека исключать, то они думают как раз за пять лет всех и исключат. Но у нас ведь не в этом заключается изменение в стране. И уровень жизни людей зависит не от количества депутатов в зебильшести, а изменения реальные. Хотелось бы тут обратиться к президенту в первую очередь. Это когда люди почувствовали бы эти изменения в своем семейном бюджете. Вот открыли кошелек и говорят, да, вот у нас за это время уже есть первое повышение к пенсии, у нас за это время есть первая прибавка к заработной плате, за это время можно было бы уже отменить пенсионную реформу, уже можно было бы отменить реформу здравоохранения, пересмотреть реформу образования. За три месяца мы бы успели это сделать, и мы подготовили наши команды соответствующие законопроекты и подали эти законопроекты в парламент. Но скасовать что-то означает побудовать новое. Безусловно. А не нужно. Мы говорим об отмене пенсионной реформы. Это отменить тот преступный коэффициент, когда применили. Это отменить норму, когда госслужащих полностью лишили их законных пенсий. Когда над военнослужащими пенсионерами ставят уже второй год эксперименты по пересмотру их пенсии. Когда переселенцам подготовили законопроект, алгоритм, как выплачивать людям пенсии с неконтролируемой территории. И мы четко подготовили, как программу индексации пенсии, где взять на это деньги и как сегодня наладить работу пенсионного фонда. То есть вот такую дорожную карту мы зарегистрировали в парламенте. Поэтому мы к всей команде говорим. Мы понимаем, у вас молодая команда, неопытная. Но, как говорится, неквалифицированные кадры принимают неквалифицированные решения. Которые потом приводят к таким вот достаточно сложным результатам. Вот мы говорим, за три месяца вы бы могли вот это уже отменить. И мы вам дали алгоритм, как сегодня провести индексацию, как наладить выплаты. Это первый блок вопросов. Но за эти три месяца, кроме тех скандалов, которые я перечислила, ну вот мы еще услышали от президента, что три депутата исключили из фракции. Может, кому-то от этого стало теплее в доме, сытнее в холодильнике. Но мы точно знаем, что качество жизни людей от этого не улучшилось. Это первый вопрос. Второй вопрос по земельной реформе. Вот если взять последнее социологическое исследование, то по данным у нас против рынка земли 58% людей. Это вы про это опитывание, демократические инициативы. Наверное, да, опрос фонда демократических инициатив. Да, 58% против открытия рынка земли. И мы можем долго ставить эксперименты. Меньше земли продавать в одни руки или больше земли. Но давайте будем откровенными. У нас в стране процветает и без рынка земли страшное черное рейдерство. У нас в стране сегодня страшная коррупция, что стало мемом уже Украины. Сегодня в стране отсутствие квалифицированных кадров. О каком рынке земли сегодня говорит президент? Ну вот это о чем вообще? Что он имеет в виду рынок? Он говорит о том, что каждый украинец будет теперь владеть своей землей, имеет на ней право, имеет право купить, продавать. Ну и плюс гадать про маленькие фермы. Рынок земли это не когда каждый владеет своей землей. Рынок земли это когда есть рынок, есть спрос и есть предложение. Когда у людей есть деньги покупать, иметь возможность, есть возможность продавать и есть рыночное ценообразование. Сегодня в Украине не может быть рынка земли, потому что у нас нет у людей денег, чтобы ее покупать. У нас не будет рыночного ценообразования, а у нас будет мародерство и рейдерство. Как отобрать землю у тех, у кого такое право ее якобы продать появится. И как сегодня спекулятивному капиталу зайти и ограбить Украину. И поэтому выступая с трибуны парламента, наша команда четко объяснила. Хорошо, если так вам печет сегодня, говорите о рынке земли. Пожалуйста, объявите всеукраинский референдум. И на всеукраинский референдум вынесите все ключевые позиции законопроекта. Не имеют права 220 слуг народа распоряжаться сегодня будущим нашей страны. Не вы эту землю создавали, не вам этой землей сегодня распоряжаться. Паня Наталья, тогда два уточнения до вас в контексте.